Информационный партнер проекта Нотариальная палата Пермского края Пять лет назад начала свою работу Единая информационная система нотариата ЕИС Созданная Федеральной нотариальной палатой Которая стала основой электронного нотариата в России Уже с первого дня запуска системы 1 июля 2014 года Нотариусы смогли использовать в работе Сразу три электронных реестра Реестр наследственных дел и реестр уведомления о залоге движимого имущества На сегодняшний день список услуг информационной системы Значительно расширился Во-первых, любой, кому предъявлена нотариально удостоверенная доверенность Может проверить, действует ли этот документ Или он отменен по каким-либо причинам А вдруг перед вами вообще хулиган и мошенник И этот документ ни одним нотариусом на территории России не удостоверялся На сайте Федеральной нотариальной палаты Либо на сайте Нотариальной палаты Пермского края Открыть соответствующую вкладку Проверить доверенность Ввести все ее реквизиты Все окошечки будут доступны на сайте И удостовериться в том, что эта доверенность действует Цифровые технологии также в помощь и автомобилистам Чтобы не оказаться без денег и без машины Предстоящую покупку можно проверить на сайте Реестр-залогов.ру Перед покупкой автомобиля достаточно ввести его ВИН-код Или индивидуальный идентификационный номер И удостовериться в том, что данный автомобиль Не заложен ни банку, ни лизинговой компании Никому бы то ни было еще Чтобы не получилось так, что вы рассчитались С продавцом вашей машины А послезавтра машину забрал банк Именно потому, что тот, кто ее вам продал Оказался должником Взял эту машину в кредит, но решил, что Он лучше получит выгоду дважды Один из самых популярных сервисов Реестр уведомлений о залоге движимого имущества Был создан в 2014 году По поручению президента России Сегодня в нем содержится более 7 миллионов записей Из них более 97% Сформированы в электронном виде И ежедневно около 20 тысяч человек Проверяют его сведения онлайн Очень много граждан раньше приходили Ногами в нотариальную контору И просили, внесите, пожалуйста, мой автомобиль В реестр залогов На сегодняшний же день банки Используя электронную сеть Используя интернет и специальный портал Вносят эти сведения самостоятельно Соответственно, не тратится время Но нужно отметить, что и тратятся деньги В меньшем объеме Потому что, если сам человек вносит Либо представитель бизнеса приходит И вносит сведения о залоге движимого имущества К нотариусу, на бумажном носителе Это будет одна стоимость А в электронном виде Это будут совершенно другие цифры Которые исчисляются даже меньше тысячи Всего 600 рублей Оперативность будет важна и в том случае Когда нужно быстро сфиксировать Факт оскорбления в интернете Нарушение авторских прав Или использование личных фотографий В коммерческих целях третьими лицами Даже если в 2 часа ночи По пермскому времени Вы обнаружили, что кто-то там нахулиганил И вот сейчас вас оскорбляет И вы боитесь, что он утром проспится Проснется и эту информацию удалит Вы сможете обратиться Через портал госуслуг Либо через сайт нотариальной палаты И попросить нотариуса Зафиксировать данную информацию А в будущем у российского цифрового нотариата Не менее амбициозные планы Осуществить возможность удаленного совершения Ряда нотариальных действий Не требующих проверки воли и воли изъявления гражданина А также дистанционного удостоверения сделок С участием двух или более нотариусов Такие задачи предусматриваются Реализацией программы «Цифровая экономика» В разработке положений которой Представители нотариата принимают Активное экспертное участие